Всем привет! Вчера Рунет взорвало видео от Бэткомедина о том, как некая кинокомпания Киноданс подала на него в суд и потребовала компенсацию за его обзор на их фильм «За гранью реальности» аж целый миллион рублей, а канал Евгения оказался на грани закрытия. Эта новость настолько всколыхнула пользователей Рунета, что многие пользователи, блогеры, киноблогеры, всевозможные журналисты, ведущие новостных передач, режиссеры, различные медиалица высказались по всей этой ситуации. Причем многие поддержали именно Евгений в его стремлении говорить правду, говорить о том, что этот или иной фильм действительно плохой, указывать все плохие моменты в этих фильмах. И я решил тоже высказаться по всей этой ситуации и не оставаться в стороне просто. Потому что это очень серьезный момент во всей, и поворотный момент во всей современной жизни интернета, российского сегмента. Канал Бэткомедия я смотрю уже давно, мне нравится творчество Евгения. Я прям с удовольствием смотрю каждый его обзор, хотя какие-то обзоры мне очень нравятся, какие-то не очень. И если, допустим, взять обзор на тех же защитников, ну его просто невозможно смотреть без смеха. Это реально смешно. То, допустим, обзор на фильм «Спасти Пушкина» мне особо не понравился, но это дело даже не в БЭДе, а именно в этом фильме. Настолько оно унылое и посредственно овно. Ну ладно, сейчас речь совсем не об этом, а о том, что нам делать. Я призываю всех граждан России, всех без исключения, даже тех, кому не нравится творчество Евгения, встать на его защиту. Иначе, если это дело выиграют такие киностранцы, как их назвал Константин Семин, то на свободе слова в нашей стране можно будет поставить жирный крест. Так как отныне ни один блогер, ни один киноблогер не сможет чувствовать себя защищенным и свободным в своем мнении. Потому что, не дай бог, он скажет что-то плохое об их продукте. Что нам делать тогда? Молчать? Врать? И к чему это приведет? Непонятно. И когда мы, обычные граждане, говорим о цензуре для нашего кино, мы подразумеваем ту цензуру, которую бы отсеивало то киноовно, которым пичкают нас в последнее время наши российские киностудии с фондом кино. Да, в СССР была цензура. И к чему она приводила? Она приводила к появлению тех киношедевров, которые находятся в золотом фонде России и всего мирового кинематографа. Актеры играли так, что им верили и верим до сих пор. А режиссеры не гнались за бюджетом, а стремились показать и рассказать уникальную историю с минимумом графики, со смыслом, с хорошими операторскими работами. И, конечно же, с хорошим добротным юмором. И комедии назывались действительно комедиями, а не как сейчас. Да даже в те же 90-е годы на волне той советской киношколы наш кинематограф выдавал действительно хорошие и крепкие фильмы со смыслом. А что дали нам 2000-е годы? Бесконечные, бессмысленные, тупые ремейки советских и голливудских фильмов или лютый трэш. Это просто не передать словами, как это все достало. Налицо полная деградация нашего российского кинематографа. Да и вообще всех сфер жизни общества. И этот процесс все будет нарастать и нарастать. Он уже сейчас практически неостановим. Но все же надежда на то, что все можно остановить и встать на путь прогресса, есть. Небольшая, но она есть. И поэтому БЭТ становится символом защиты слова, защиты чести и мнения. Которое, между прочим, гарантировано статьей Конституции России. И как об этом не говорить и не высказывать мнение. Поэтому призываю еще раз всех поддержать всевозможными способами Евгения в его деле. Помочь к тому, чем может, сведущим в каких-то юридических делах ему. Дай Бог, чтобы он выиграл это дело. Отстоял свою честь, свое право говорить честно, открыто, правду. Всего хорошего, всем пока.